Привет, меня зовут Ваня. Я папа. Предлагаю вам Рыбакит Бокс. Уроки рисования для детей. В коробке мелки, краски, кисточки, пластилин и флешка с уроками. Рыбакит папа рисует. Мы пока продолжаем. Привет, ребята, вы на канале Рыбакит. Срочно подписывайтесь на Рыбакит, а потом на Супер Дима. Новый канал для Дима, про Дима. Да, канал Супер Дима и он Дима. А мы продолжаем рисовать супер героев, потому что Супер Злодей. Ну да, супер, ну супер чуваков из супер комиксов. Альтрона. Альтрона быстренько рисуем. В прошлый раз мы 20 минут рисовали, сейчас мы быстро рисуем. Каляку-маляку рисуем. Альтрон это такой железный человек. Его создал железный человек. А в комиксах его создал знаешь кто? Человек-муравей его в комиксе создал. Ну это было в комиксе. А в фильмах его создал. Помню, в прошлый раз мы рисовали у человека-муравья, и я долго смеялся над этим человеком-муравьем, что ли. Ну не то, что смеялся, но как бы он довольно стрёмный пацан, что ли. Какое-то такое ощущение. Хочешь, посмотри фильм. Ну может быть и дойдут. У меня пацаны растут. Вот как они дорастут до этого дела, я с ними буду это всё пересматривать. Сейчас они доросли там до Том и Джерри. И мы смотрим Том и Джерри. Альтрон, он какой-то супер робот, да? Он какой-то, не знаю, чем он был. Искусственный интеллект, но только который пошёл против человечества. С ума сошёл. В очередной раз машинка сошла с ума. Так а в чём он такой страшный? Он такой невероятно крутой и настолько умный или настолько непобедимый? Как он? Ну, как сказать, он непобедимый? Ну, он... Он проник во все системы. Собака. Это вирус. Ну да, как сказать, он запустил вирус. И он проник во все системы, всё узнало, люди... Не так уж много. Наверняка в YouTube просто прошёл, посмотрел всё, что нужно. Люди сами рассказывают. Он во всём интернете залез. Точно. Наверное, в Одноклассники залез и всё узнал. И ВКонтакт, наверное, мой читал. Где я ругаюсь и там чатюсь с девушками и с другими пацанами. Ну, я не знаю. Ну, он там, короче, у них весь интернет заблокировал. Ну, Мстители решили с ним разобраться. Потому что... Да, в контакт не работаешь. Так вот так. И кто-то мыл, похитил наш мыл. Да? Как же так? Он заблокировал весь интернет, но они решили отомститься. Ну, напали на него. Ну, самое главное, что... Я, как уже говорил, эту критику, что сам человек, этот, человек этот, железный, взял его и придумал. Ну, нафига он его придумал? Он хотел создать машину, которая будет защищать людей, как ты и самим ситингом. Он хотел как лучше, да? А получилось... Как всегда. Как всегда. И вот это вот я... Мое, как бы, кредо, не делай добра. Ну, как бы, не надо делать добро. Оно добро без тебя приключится. Ты, как бы, старайся не навредить. А этот явно навредил. Придумал какого-то супер-чувака, который испортил всем жизнь. Вай-фай заблокировал. Ну, и, собственно, это самое страшное, что может быть в нашем веке. У тебя есть, ну, у тебя всегда телефон с собой, да? Ты всегда на связи даже. Там смотришь все новости, да? Угу. Ну, это немножко и пугать, потому что... Ну, не то, что пугает. Хорошо, конечно, а потом иногда бывает, что ты едешь в деревню, и у тебя нет ничего этого. Бывает? Ну, например, на море ты поедешь. Ты там будешь сидеть в интернете? Конечно. Конечно нет, или, конечно, да? Конечно, да. А, купаться, блин, в море. Или так, или просидишь. Конечно. Вот эти картышка, ну, че, сейчас такое? Не, ну, давай раскрашивай, постараемся побыстрее его раскрашать. Ты сейчас фон не рисуй его. Хорошо. Главное, Дим, не рисуй. Чтобы побы быстрее было, а то мы так по 20 минут фон только закрашиваем. Мы так быстренько нарисуем. Какие новости у нас? У нас лето. Лето кончается. Знаешь, оно не кончается. Кончается. Ты еще на море поедешь. Как оно заканчивается? Оно очень только началось. Как? В Москве лето началось, и там недавно был, и там такая холода, что... Был в Москве? Да, вот недавно вернулся. И там такие холода, что мама не горюет. И сейчас, когда у них там плюс 20, говорит, вот, наконец-то, лето началось. В Питере еще холоднее. Я была в Питере. Ну, так представляешь, так, ну, что там было хорошо. Вы лучше не про Эльдорона, а про наше лето. Да. Как у тебя лето проходит? Быстро. И если... Ну, вот, сейчас мы рисуем суперзлодеев, и вот если наступит... Если вот наступит 1 сентября, то все, конец всему человечеству. Это реальная угроза у нас. Да, кстати, 1 сентября это нехилый ряд нарек. А-а-а. Погибель всего. Погибель, да. Силы есть. Там Павлик проснулся, у меня дети, и они спали. А сейчас проснулись, мы с... Лежи-лежи. Мы сейчас к тебе... Да. Ну, сейчас я быстро нарисую. Ну, что-то проснулся. Проснулся один из детенышей, моих любимых, и недовольный, что нету мамы. А мама куда-то ушла. А мама пошла в магазин за молочком. Для него же. А он не понимает. Ну, мы сейчас закончим. Так, вкратце. Давай сейчас я на паузу пока. Ну, в смысле, ты, Дима, рисуй что-то, скажи, а я ему скажу. Так, будем рисовать Альтрона. Он супер-злодей. Ну, это галактического масштаба. Ну, то есть, он отключил весь интернет, и мстителям это не понравилось. Они решили на него напасть. На меня решили напасть дети, и начали кричать и кусать. Сегодня с утра. Так, о чем ты, Дима, рассказывал? О том, что он отключил весь интернет-злодейц, и это им не понравилось. На интернет мы уже пошутили по поводу того, что сейчас с ума люди сходят по поводу интернета. А вот если бы он у них картошку всю украл, это было бы страшнее. Представляешь, без картошки фри. Уже бы труднее было бы. Не знаю. А что? Ты бы макароны ел постоянно. Вот я, например, люблю макароны, люблю, но иногда и картошку ем. Ну, смотри, ну, как сказать, ну, его они создали, а он... А он давай плохо делать. Не спасибо, не сказал, не пожаловал. Он сказал, кто я. И залез в интернет узнал, что люди воюют, и он решил их уничтожить. Типа они иначе, но умер. Он уничтожил заново. Он только в его обучу. Чтобы... Как многие, как многие хотят так делать. И вот он, короче, вымышленная... Это вымышленная страна, Заковия. Кого? Заковия. Еще одна вымышленная? Да. Но эта страна русских, Заковия. Там же вот казаков. Казаковия. Такие, а эти русские тоже вымышленные. Короче, ребят, мы вымышленные. Нас вымышленные. Эти супергерои вымышленные. И таки, мы не знаем, что говорить уже. У них, да, у них все вымышленное. И вот, и теперь... Что ищешь? Так, серый. Серый, а может, нету, вот кусочек, кажется. Кончаются. Серый. Немножечко остается. Ну и что? И вот он там в этой стране жил, что ли? Нет, ну вот он всю эту страну... А на ему прописку там дали? Нет, он всю эту страну поднял воздух. И? Иго захотелось бросить, как метеориты, чтобы вся планета, ну, как сказать, сгорела, умерла. И он ее бы возродил только по своей мере. Злодей. Ну, в принципе, не зря ему дали люлей. Не зря, не зря. За такое можно и получить, ребят. Ему Алая Ведьма выдрала ему сердце. Наверное, не сердце, а батарейку. У него нет сердца, батарейка. Ну, у него такая железная была. Батарейка, ну, я не знаю, что там. Батарейка. Да, выдрала батарейку. Он он так сделал и... Его, его халк запыльнул в автобус, и он в него влетела, потом Алая Ведьма такая зашла, и такая у него сердце. Ну, он возродится. Я уверен, они его возродят, потому что он хороший герой. Он такой правильно дерется за наших. Он же за наших, правильно? Ну, он же наших любил, поднял нас наверх. Ну, эту за колью поднял наверх. Он ее хотел сбросить. Важно, главное, сначала поднял с ног страну, как говорили, как Путин поднял ног страну. С ног страны. Ну, это шуточка. Я не знаю, что я по поводу этого сказать. Мне, в принципе, этот злодей кажется немножко болванчиком, что ли, или там, ну... Туповатенько. Ну, туповатенько, да. Ну, есть такое немного. Опять у меня коротышка. Ну, ничего. Ну, он как бы начал воевать, а ничего не закончил. Хотя бы что-нибудь сделал бы, да? Никакого вреда не нанес, я понял. Не успел, что ли? Какая-то планета нарисована. Планету. И кружочек. Ну, в общем, давайте, ребята. Сегодня спасибо, что рисовали с нами. Рыбакитбокс. А, в конце я рекомендую рыбакитбокс. Ну, давайте я так кратинку скажу. Если вы хотите научиться рисовать, то научись рисовать с рыбакитбокс. Это такая коробочка. Вы ее покупаете. Я вам ее посылал по почте. Вы открываете. Там все краски, кисточки, карандаши. Все есть. Флешка с уроками. Вставляете и рисуете вместе с нами. Там классных 50 уроков. Все, пока. Пока. А, не, не пока. Я выключаю. А теперь мы расскажем про Диму, что Супер Дима канал. Вы подписывайтесь на него, потому что Супер Дима теперь не рисует на своем канале, а только какие-то классные видео снимает. Короче говоря, ожидание реальность, мнение о фильмах и разбор фильмов. Да, да. В принципе, хорошее дело. Все, пока. Пока. Продолжение следует.